Сегодня в кадре рок-группа Вегас, исполняющая каверы на известные отечественные и зарубежные хиты. За 10 лет творчества группа меняла города на звания участников. Сейчас это устоявшийся мужской бенд с репертуаром 100 песен. Своей особенностью музыканты считают композиции в стиле мэш-ап, когда в одной песне сочетаются сразу несколько. Мы играем мужицкий кавер-рок. Мужики, естественно, бородатые. Модный, стиль наш совпал с модой, со временем. Посмотрели на одного, образ второй, потом третий. Не зря же говорят, когда люди долго общаются между собой, они становятся друг на друга похожи. У нас отношения всегда складывались достаточно приятельские. Ну, как и у всех, бывают какие-то разногласия при выборе репертуара. Допустим, что-то одному может понравиться, что-то другому может не понравиться. Ну, как-то стараемся искать компромиссы, находить общий язык. Мнение одного, что победило над мнением гитариста, который говорит, а мне здесь играть нечем, мне скучно. Он говорит, ну, песня-то хорошая. Конкуренция есть везде и во всем. Ну, мы к ней нормально относимся, как бы никого никогда не обижаем, никого не оскорбляем. Есть группы, которые где-то, может быть, стараются палки какие-то в колеса воткнуть. Есть группы, которые могут просто притискать, ребята, вы что делаете, вы вообще идите, тренируйтесь, не выступайте нигде. Но молча промолчали, пошли дальше, сделали сольный концерт. Собственно, моя первая гитара, мне ее купили родители, мне было 14 лет. До сих пор еще в рабочем состоянии, так как мне сейчас 33. Каждый ответственный молодой рокер должен играть Цоя. В 2010 году я закончил Амурский областной колледж культуры по классу эстрадно-вокальное творчество и сразу поехал на поступление в Дальневосточную государственную академию искусства Владивосток на отделение оперного вокала. При поступлении там довольно-таки серьезный конкурс, я прошел. Каждый участник, поступающий, должен пройти фониатора, специального врача, кто осматривает голосовые связки. И все, и на этом мое пребывание в академии практически было закончено. Потому что мне сразу сказали, у вас гипертрофия миндалин, вам нужно срочно, для оперного именно отделения, вам нужно сделать операцию. Я консультировался с врачами, говорили, что если вы будете удалять миндалины, то будете в 2 или 3 раза чаще болеть. То есть они как защитный слой влияют, чтобы все инфекции оставались на поверхности, а внутренние организмы не попадали. Поначалу, может быть, как-то переживал, но сейчас уже нет. Почему-то стал добавлять всякие фишки, именно академические, какие-то, может быть, даже фальцетные в исполнении. И поэтому, ну, как-то вот так получается. Все, что приносит мне удовольствие, по-моему. Хор и рок, они совсем разные по твистике жанру. И по роду, ну, как бы, здесь я гитарист, там я артист, вокальный артист, я в партии баритона состою. Там мы звук извлекаем с помощью связок, здесь я извлекаю звук с помощью струн и медиатора. В 2005 году в городе Сковородино мы решили создать группу. Она была без названия долгое время, потом уже со временем нам предложили сказать, будьте поколением. Вот ваше время там, просто поколение, все хорошо. Значит, шло время, приехали в город сюда, учились. Первое время даже не собирались, не занимались именно творческой деятельностью какой-то. У всех свои интересы были. Потом ребята пригласили, организовали такой опрос в соцсетях, как назвать группу. Вегас, 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 почему Вегас? Гнигам, Вегас. Окей, будем Вегас, броска, четко. Заработать не заработаешь, а душу потерпишь. Мы здесь не за деньгами совершенно, это приносит удовольствие.